В предрассветный час цитадель стала эпицентром скорби для 8 тысяч человек. Таково было количество людей, пришедших почтить память защитников Брестской крепости, погибших в роковое утро 41-го. Брещане, гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Харькова и Тюмени, Таллина и Волгограда, Рязани и других городов по советскому пространству, проходя по дороге памяти, окунались на военное время, канун последних мирных дней, эпизоды которых транслировались на пяти больших экранах. Кадры из художественных фильмов, пропитанные духом июньской беды, еще раз доказывали – 22 июня особый день в истории нашего народа. Этой ночью я рада оказаться здесь и присутствовать на этом мероприятии, потому что ежегодно ощущаешь всей своей душой начало войны, начало этих тяжелых лет, мучений нашего народа и ощущаешь радость за свой народ, который одержал победу. Мы ждем, значит, того, чтобы те молодые люди, которые приехали сюда впервые, основная часть делегации приехала сюда впервые, чтобы они увидели, действительно соприкоснулись с тем историческим прошлым, немножечко вошли в те дни, трагические те дни, когда здесь находился плацдар бессмертия, когда здесь шла оборона святых рубежей страны. Окунуться в этот мир, да, сегодня военные реконструкции будут, и как бы ощутить на себе ту глубину переживаний, что чувствовали наши отцы и деды, защищая рубежи нашей родины, скажем так. Ну, я считаю, это важно. Традиционно в 3.45 у Тереспольских ворот собрались люди разных возрастов и национальностей. Митинг памяти – особая часть самой траурной ночи в году. Под музыкальное сопровождение в исполнении известного белорусского пианиста Ростислава Кримера проходило театрализованное представление, восстанавливающее события начала войны. Ветераны, которые вновь испытали весь ужас в первых дней войны, знали, что именно с этого места начался отсчет великого подвига советского народа, одержавшего победу над фашистской Германией. В память о погибших воинах-пограничниках в реку Бук были опущены траурные венки. Я думаю, что такое мероприятие нужно и тем, кого уже нет сегодня, потому что мы отдаем дань памяти тем людям, которые отстаивали нашу свободу, независимость, и которые миллионы погибли. Но, конечно же, самое главное, вот это мероприятие именно делается для молодых, для того, чтобы они сохранили в своей памяти все то, что было сделано ихними дедами, прадедами, и чтобы память эта жила еще надолго-долго в их сердцах, и они должны передавать из поколения, поколение вот эту память. Поэтому, конечно же, это мероприятие еще раз повторяю. И дань уважения погибшим, и делается все возможное, чтобы с таким же уважением молодое поколение перенял вот эту эстафету. Сегодня, спустя десятилетия, подвиг защитников в цитадели остается образцом верности, героизма и безграничной любви к своей родине. Это осознает и молодое поколение, которое наравне с ветеранами, живыми свидетелями пятилетнего кошмара, ощущает всю боль кровоточащих ран цитадели. Их золнованные лица – главное доказательство того, что память о подвиге защитников в Брестской крепости будет жить в их сердцах вечно. 22 июня – это, прежде всего, начало Великой Отечественной войны, это начало борьбы советских граждан против фашистской угрозы, это, можно сказать, первые дни геройства наших солдат. И я считаю, что каждый человек на постсоветском пространстве хотя бы должен знать даты, должен знать имена, должен быть грамотным в этой стороне. Это великая дата, мне кажется, для каждого человека нашей страны, потому что она касается любого, от малой до великой, потому что наши деды, наши прадеды, наши родители, отцы, матери, все как-то были причастны к этой дате. Это, наверное, одно из самых главных событий нашей истории. Возложение цветов к вечному огню, минута молчания – самая торжественная часть памятной скорбной ночи. В эти мгновения каждый мысленно благодарит солдат, стоящих насмерть за мирное небо над головой, за возможность дышать свободным воздухом, живя в независимом государстве. И эти мысли – еще одно подтверждение, что белорусы – люди, которые чтут свою историю. Мы не Иваны не помнящие, поскольку знаем, какой ценой достается победа. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Субтитры создавал DimaTorzok